Во имя Отца и Сына, и Света Духа, аминь. Вы задаете вопрос о том, что вас мучает грех уныния, и вы пытаетесь что-то делать, когда уныние наступает, но какой-то паралич духовный, и пытаетесь чем-то заняться, и не получается. Исповедуетесь в этом грехе, он отпускает, и причащаетесь, на время легче становится, потом опять уныние, что в таком случае делать? Еще спрашиваете, что ваша бабушка, когда вам было 6 лет, закончила жизнь самоубийством, это тоже грех уныния? Видимо, да, я с этим согласен, что грех уныния – это смертный грех, тяжелый грех, который может даже привести к непоправимому, к непрощаемому греху самоубийства. Может ли влиять на вас как-то суицид, или, как правило, на ваших родных суицид, который совершила бабушка? Хочу сразу сказать, если человек подвизается, идет ко Христу, исповедуется, причащается, исправляет свою жизнь, то грехи родственников, они, конечно, оказывают какое-то влияние на нас, как личный пример тех людей, которых мы уважаем, любим, это наши близкие родители, бабушки, дедушки, мы от них перенимаем не только добрые, но и плохие и греховные привычки. В этом смысле они на нас влияют. Но если бабушка воспитывала ваших родителей, ваши родители от нее переняли, может быть, какие-то не только добродетели, а и грехи, конечно, соответственно, не раскаившись в этих грехах, возможно, они и вам передали эти грехи, но через вас этим грехам. Вот есть такое наблюдение мирское, что надо с опаской, с осторожностью жениться на девушке, у которой мать разведенная. И смотреть, как мать относится к разводу своему. Если мать говорит, что, дескать, я хорошая, а вот муж мой был плохой, и он виноват, то это что значит? Она совершила грех развода. Развод в любом случае грех. И она в нем не раскаялась. А раз она не раскаялась, то она будет учить и свою дочку разводу. Она будет ее вести по тому же пути, по которому сама прошла волей или неволей. И она будет разводить, при любом конфликте, при любой трудности, при любой сложности, она будет разводить свою дочку с мужем. Это почти закон духовный. Поэтому, если мы в каких-то грехах не раскаялись, то мы эти грехи будем навязывать нашим детям, а дети внукам и так далее. Ну, как говорится, до седьмого поколения. Поэтому в этом плане, если бабушка страдала грехом уныния, страсти и уныния, то она могла, и от него покончила жизнь с аубийством, могла этому унынию научить, передать вашим родителям, а не вам. И еще хочу сказать, уныние возникает там, где у человека есть пустота. Оно возникает в пустоте, где у человека нечем заняться. Когда он находится в праздности, ум его не прибывает в молитве, руки прибывает в доброделание, и тогда и возникает уныние. Чем заняться, в чем смысл жизни? Вес начинает вопросы задавать. Нечем заняться, ты не нужен никому. Начинает накидывать клеветнические помыслы. Человек начинает это принимать и впадать в уныние. Поэтому апостол и говорит, в том числе, говорит, что непрестанно молитесь, и за все благодарите Бога. Ум не должен быть празден. Он должен все время приводить в молитве, в Иисусовой молитве, или в доброделании, или думать о чем-то хорошем, позитивном, созидательном, что он должен делать. О тех доброделах, которые должен совершить, искать волю Божию, быть внимательным к своему сердцу, вести внимательную жизнь и так далее. Человек, который находится в делании, ему некогда унывать. Там нет места, нет шериф, который заползет уныние. Но если уже оно заползло, то и ты поддался этому состоянию, то, наверное, если ты уже парализован, унынием, ничего не можешь сделать позитивно, то надо идти быстро на исповедь. Пока идешь на исповедь, пока доходишь до нее, это может быть не в этот же день, а исповедь, ты дошел до исповеди не сразу, хотя лучше исповедаться сразу греха, который совершаешь, тогда начитать Иисусу молитву. Это меч духовный, достать его из ножен и начать читать Иисусу молитву. Господи Иисусе Христе, Сын и Боже, помилуй меня грешного, или грешного, отсекая уныние. Вот что надо делать. Помоги вам Господи. И старайтесь не быть праздным. И каяться в уныне. Но главное не быть праздным. Не допускать праздности ума, чтобы он ничего не делал, а потом начал принимать плеветнические помыслы. Зачем я живу? Жизнь бессмысленно. Все плохо. Это принятие уныночной спраздности и принятие плеветнических помыслов. Это та благодатная в кавычках почва, обратно благодатная, наоборот благодатная, смрадная, болотная, грязная, лихонная почва, на которой вырастает уныние. То есть старайтесь вот эту почву осушать, удалять из себя праздность и удалять все принятие плеветнических помыслов. Не принимайте ее. Будьте внимательны. Помехи вам, Господи.